Одно из распространенных заблуждений заключается в том, что только те, кто успешно прошел кинчусей и стал щедоин, являются единственными, кто достигает больших достижений в карате. Это заблуждение и, следовательно, неверно. Во всем мире есть много людей, которые достигли успеха в области изучения и преподавания карате. Завершение курсов кинчусей и получение звания инструктор – это ступенька, а не самоцель. После завершения курсов выпускник отнюдь не заканчивает обучение. Он должен продолжить свое обучение и впредь опираться на силу и знания, которые он разработал в ходе своих тренировок на инструкторских курсах. Даже когда мы становимся инструкторами, наше обучение продолжается на ежедневной основе. Мы постоянно ищем личного развития в карате, как физически, так и духовно. Мы, щедоин, по-прежнему в центре нашего обучения. Таким образом, это не величие, а скорее понимание, насколько обучение нам помогло в понимании карате. Пожалуй, одной из самых яростных тем для споров в современном мире карате является идея Буддо в современном мире. И, как следствие, место спортивных состязаний в практике настоящего карате. Отсюда и все разговоры о новых методах тренировок, наличии тех или иных методик, являющихся, по мнению некоторых, совсем нетрадиционными, а, следовательно, не имеющими права на существование в японском карате. Забывая при этом, что это самое карате, в частности, стиль счетокан, был разработан в Японии, и что далеко не так хорошо быть японцем больше, чем сами японцы. Удивительно, но в то время, как сами начальники карате идут вперед, стараясь развиваться, не отставать от остального широко шагающего мира, некоторые ученики жарко обсуждают вопрос, быть или не быть, Буддо или не Буддо. Не замечая, что, может, сами того не желая, пытаются идти с мячом на танк. То есть бедро должно разворачиваться за лапой. Не перед лапами должно оставаться. Таким хранителям от традиций стоит задуматься и вспомнить, что Япония является весьма замкнутой стороной, замкнутой на своем собственном я. И для японцев важно быть, а не казаться, и что дух сильнее мысли. Настоящее карате находится прежде всего в сердце. Сердце японской культуры, изучение которой ответит на многие вопросы и избавит от бесполезных и утомительных споров. Подтверждением моих слов стоит посмотреть на сенсей Ямагучи, выполняющего технику. И не важно, кифон это, кота или работа с снарядами. Правильная база и четкое следование канонам техники снимает многие вопросы у любящих поспорить. Но главное – это живой ум и доброе сердце. Желание научить и сделать карате своих учеников немного лучше. Соревнования в карате являются только одной небольшой частью системы. Таким образом, карате – это не только спортивные состязания. Хотя мы, конечно, участвуем в них, наше обучение в додзю не направлено только на спорт. В таком случае необходимо спросить, что самое важное в обучении карате? Я могу сказать, что будучи в состоянии победить вашего противника и умение защищать себя и собственное время является наиболее важным. И вот в рамках соревновательных правил мы можем использовать доступные методы, чтобы достигнуть цели выступления. С другой стороны, есть некоторые приемы и техники, используемые для поражения противника, такие как удары по глазам, шее и другим жизненно важным частям тела противника. Даже приемы, которые могут убить человека. Мы тоже их изучаем в ходе подготовки инструкторов. Эти методы, однако, мы не будем использовать во время соревнований. Так что во время спортивных выступлений мы всегда соблюдаем правила турнира. Я определенно не хочу сказать, что спорт – это плохо. На самом деле, это хорошая возможность, чтобы продемонстрировать некоторые навыки, приобретенные в процессе тренировки карате. Но важно не забывать, что соревнования являются только одним аспектом карате. И есть много других аспектов будо, которые мы изучаем в ходе нашей подготовки, в том числе духовные аспекты и аспекты бытия, как и другие способы победы над противником. Например, как я говорил раньше, изучение тех техник, с помощью которых можно победить на соревнованиях. Будучи в стране восходящего солнца, наша съемочная группа не могла не посетить университет Тэйкио. Этот университет закончила большая часть инструкторов комбо-доджо-джей-киэ. И не случайно. Именно Тэйкио закончил сам Сенсей Кагао, технический директор-джей-киэ. Каждую неделю Сенсей Кагао приходит в зал, чтобы провести тренировку. Стоит сказать, что тренировка эта чудовищна по сложности и моральному давлению. Суденческие клубы карате являются настоящей кузницей чемпионов Японии и мира. Уже знакомый нам Камал Хэлоу, выпускник Инчусэй Курсов, руководитель GKS на Ближнем Востоке рассказывал, что по приезду в Японию он полгода прожил с чемпионами университетского клуба карате в общежитии, которое было отведено только для членов команды. Уборка, приготовление пищи, стирка, тренировка, уборка додзю, наряду с учениками первого года обучения, а также их обучение английскому языку. Вот какой был его распорядок. Эта университетская система была создана основателем карате Сенсей Фунакоси Гичин, который первым начал преподавать карате в Японии. Эта система направлена на укрепление командного духа и связи между ее членами в системе Сэмпай Кухай, старший ученик, младший. Как бы трудно это обучение не было, на его взгляд такая подготовка является необходимой и неизбежной для того, чтобы в полной мере понять эту металлогию и образ жизни и подготовить себя для перехода на следующий этап. Университетское карате с момента зарождения являлось спортивным в большей мере, чем его гражданские аналоги. Младым людям просто необходимо доказывать себе и другим, что они лучше. Благодаря университетским клубам и их выпускникам за карате шутакан твердо закрепилась слава спортивного. И отчасти это правда. Но опять же отчасти. Не будем забывать, что мы в Японии, а следовательно, как бы не совсем на земле привычном для европейцев понимании этого слова. Сенсей и их ученики в доте, подобно Тейку Дайгаку, вероятно, даже не поймут вас, если вы заговорите о спортивном карате. Для них все по-настоящему. Тренировка, будо, жизнь. Это сложно понять, но, конечно, в Японии есть немало странных людей. И я не уверен, есть ли подобные им в остальном мире. Однако в Японии они определенно есть. Как я уже говорил раньше, то карате, которое мы тренируем в JKS, или карате в целом, не только для спортивных состязаний. Мы также оттачиваем свои навыки для духовного развития и чтобы победить соперника. Поэтому карате изучает широкий круг лиц, которые имеют различные цели в своих тренировках. Есть некоторые люди, которые тренируют карате исключительно для соревнований. Конечно, это в основном молодые люди, полные здоровья и силы. Но те, кто начинают заниматься в возрасте, занимаются скорее для своего здоровья и чтобы уметь защищать себя. Родители могут выбрать тренировки по карате, чтобы их дети посредством занятий узнавали больше об этикете, для хорошего поведения и хороших манер. Слишком много людей, слишком много разных причин. И нет одинаковых причин, по которым люди начинают заниматься. Таким образом, в зал приходят люди разных возрастов, и нам, инструкторам, очень важно понимать это и обучать карате во всех его аспектах. Большое влияние на развитие карате JKS оказал основатель организации легендарный мастер Тесухи Касай. Сенсей ушел из жизни в 2006 году. Завещав свои знания будущим поколениям. Виртулый смысл Грозная техника Сэнсэя Асайи вызывает изумление даже у опытных спортсменов и инструкторов. После окончания университета Токусёку в 1958 году мастер Накаяма настоял на том, чтобы тот продолжал занятия каратэ. Это был золотой век Джей Кей, с большим разнообразием сильных и необыкновенных личностей. В 1961 году перед коронованным принцем Японии Сэнсэй Асайи стал абсолютным чемпионом в катае и кумите. Ежедневно он просыпался в 5 часов утра и упорно тренировался по 2,5 часа. Сэнсэй видел эти тренировки естественной частью жизни. Они придавали ему качество, отличающее его от большинства. Даже после 50 лет тренировок он чувствовал, что очень важно не только стараться, но и продолжать развиваться. Путь к этому – думать о том, что мы делаем, и создавать наши личные техники. У нас сегодня должно получаться лучше, чем вчера, и завтра лучше, чем сегодня. Техника Асайи отличалась от классического карате, благодаря тому факту, что он путешествовал по многим странам и изучал множество техник, позволивших ему развить свое тело и стиль. Однажды они стали частью арсенала его техник, и он вел их в карате, как карате стиля Асайи. Продолжение следует...